друзья приветствую константин из питера передал образцы масла neste pro 540 c3 значит вот свежая канистра сейчас я вскрою ее вскрою пломбу покажу вам налью создам эталон ну и вот вы видите здесь два образца отработок отработки это 10-минутная и 110-минутная почему так я чуть позже расскажу так первым делом конечно я обновлю спектрограмму на ранее созданной болванки создам эталон вот такая спектрограмма здесь особо не видно там каких-то эстеровых пиков ну похоже это все гидрокрекинг обычный так вот видите да в районе полутора процентов эстеров есть небольшое количество далее подкорректирую сейчас посмотрим что намерит прибор ну и можно будет проверять отработки отработки показательно будет погрешность прибора да посмотрите по противоизносным присадка в общем-то совсем неплохо сто восемь процентов такой хороший уровень гликоли естественно сейчас сажу подкорректирует ну и обратить внимание на кислотное и щелочное кислотное 157 прибор намерил а щелочное 7 и 7 очень похоже на c3 то есть я даже эти данные трогать не буду то есть прибор здесь я считаю что если не на сто процентов то на 99 98 прав так сейчас подкорректирующую по по воде оставлю зазор чтобы и вверх и вниз было вот и можно приступать так значит почему две отработки десяти минутная первая значит после прошлого масла производилась смена с промывкой двигателя промывочным маслом не помню густым газпром или лукойл обычным и использовался шампунь ликви моли шампунь специальное средство для промывки давайте посмотрим смотря обратите внимание значит противоизносных присадок 85 минус 15 процентов и минус две десятые по щелочному 159 кислотное то есть плюс две сотки кислотному и минус две десятки к щелочному интересное наблюдение такое получается минус 15 по противоизносным присадкам всего 10 минут обратите внимание всего 10 минут очень необычно честно говоря не ожидал я такого результата так сейчас проверим 110 минут ну и посмотрим как раз будет хороший повод сравнить погрешность прибора в любом лабораторном оборудовании есть погрешность вот здесь производителям заявлено 3 процента по повторяемости и 6 процентов по воспроизводимости это сопоставимо с любым лабораторным оборудованием так закладываю следующую пробу 110 минутную и посмотрите еще больше сработалось противоизнос 75 процентов чуть-чуть еще на 3 на три сотые выросла кислотная 162 то есть по кислотному четко отслеживается но что на что здесь стоит обратить внимание 7 и 7 щелочной то есть щелочное также как в новом то есть во второй пробе 10 минутный вот или проба была не совсем там корректно или вот как раз это и есть погрешность погрешность две десятые на 7 7 это у нас получается меньше трех процентов до то есть как бы нормальная в заявленных диапазонах так значит эти пробы я проверил ну и можно проверять отработку отработка значит значительно позже чем уже была предоставлена чем основные образцы это у нас инфинити и x35 2008 года 35 мотор vq 35 hr 311 сил 229 пробег нам на общие автомобиля 33 800 практически и 200 моточасов на масле так смотрите противоизносные продолжают снашиваться 39 процентов нарастает далее кислотная 239 и падает щелочное 33 и причем уже щелочное так существенно упала но этот c начальная была невысокая вот обратить внимание конечно на противоизносные присадки причем с этого автомобиля есть уже несколько анализов никогда не было проблемы с противоизносной присадкой до того как не использовали присадку по моему полимериум масла после этого начались вот какие-то проблемы не знаю может я не прав но у меня предположение что значит этот полимериум нанес какой-то какие-то микро повреждения мотору которые требуют от от масла вот от фосфор цинка блокирующего дополнительного эффекта поэтому он заполняя вот эти неровности быстрее расходуется ну такое мое мнение ну потому что чудес не бывает если раньше не было потребности в этой присадки то после вот именно после полимериума этого уже второй по моему ли третий анализ автомобиля вот имеет такую картину сейчас я покажу вам что произошло с вязкостью да есть разжижение но здесь сами видели средняя скорость 19 1 то есть это преимущественно городская езда и разжижение примерно но чуть меньше 3 то есть нормально для города в общем-то на двухстах моточасах я думаю что это все как бы объяснимо и логично так не не забывайте отметить видео значит пальцем вверх подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик не пропустите такое другие видео и давайте посмотрим что получилось по ресурсу так ресурс как бы здесь не блещет не фонтан что у меня получилось в этих условиях в этом автомобиле двести тридцать пять моточасов по нитрованию по для питера и для этого автомобиля где-то плюс минус в районе 400 часов да так и есть ну и вязкость видите около 700 моточасов вот не сильно отработала масло на мой взгляд но это c3 такой как бы облегченный пакет здесь я вот интересное наблюдение сделал ну в дальнейшем проверю его и потом вам озвучу по маслу как можно оценить ресурс масла на глаз сколько примерно моточасов ну вот такая вот картина здесь в общем то все понятно надеюсь есть определенная погрешность прибора вы видели ее значит по по свежему маслу что можно резюмировать значит использовать промывочное масло в принципе полезно я считаю в некоторых случаях может быть не всегда но хотя бы там раз во вторую в третью смену то есть она вымывает видели кислотная значит не упала относительно свежего я когда проверял такие же нулевые пробы из ауди по моему и там при смене видно было как значит не сливаемый остаток уронил щелочное здесь мы видим он не изменен вид видно по чуть-чуть нарастает кислотная медленно там две три сотых процента вот ну и естественно вот две десятки погрешность по прибору ну тут никуда не денешься масло анализируется на уровне молекулярном поэтому туда-сюда это даже может зависеть от конкретной пробы вот то что вот на собралась на капли сборники одна капля может отличаться от другой там я не знаю там на на 5 легко процентов то есть может быть это и не погрешностью хотя должна быть погрешность в общем-то я склонен считать что это погрешность прибора так значит этом 10 процент ну да да там даже по моему получается меньше двух процентов получилось погрешность ну и по масло до c3 как бы тем более без каких-то паутом и этих групп там высоких то есть здесь чудо ждать не приходится масло подрезанное скажем так даже кастрированное так можно выразиться вот поэтому здесь чудо от него ждать не стоит на короткие интервалы и вот возможно использовать если было бы пау скорее всего отработала бы поинтереснее меньше бы окислялась вот такой получился тест благодарю константина за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока